Мы остановились на одном вопросе. Вот если забить кол в то место высокий, в то место, где написано 0, то можно будет украсть верёвку или нельзя? Смогут ли враги унести верёвку? Вот мы уже договорились, что если забить в том месте, где одинаковые обороты какие-то есть, то нельзя, потому что эту верёвку, если они её начнут уносить, то число оборотов будет меняться непрерывно, а когда они её унесут, она должна стать нулём. Значит, они не смогут уносить. А вот если 0, смогут или нет? Смогут. А кто-то подсчитал, что если забить в середине, вот сюда, вот этот 0, то нельзя. Вот давайте на ответ на этот 0 посмотрим. Вот если мы забёбли кол здесь, то удастся унести верёвку или не удастся? Удастся. А кто считает, что удастся? Хорошо. А кто считает, что не удастся? А, как-то за обновление перерыва, это люди исчезли. Ну хорошо, давайте, кто-нибудь, кто не знает это дело, просто давайте посмотрим. Вот представьте, они сюда забили кол. Как бы вы стали уносить верёвку? Говорят, что можно. Можете вы прикинуть, как это можно сделать? Посмотрите, забудьте про всю науку. Представьте, что на поле лежит верёвка, ценная верёвка. Вам её обязательно надо украсть. А враги только вот забили здесь кол. Сможете вы это сделать или не сможете? Ну сможете, наверняка. Как это надо делать? Кто знает? Подождите, ну неужели? Самые люди прямо подкопы делают. То есть, а вы верёвку внести не можете. Ну, представьте себе, вот лежит, понятно, что эта картинка изображает? Тут лежит такая верёвка, она её так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А здесь забит кол. Такой большой вертикальный кол, который мешает уносить верёвку. Мы не можем перекинуть её через неё, потому что он высокий. Ну просто, если распутать верёвку, то там она никак не цепляет. Значит, надо её постепенно распутывать как-то. Кто видит, как можно распутать? Не видимо. Значит, неужели не видно? Ну, хорошо. Давайте я нарисую небольшую подсказку. Вот такую линию я нарисовал, вместо вот этой линии. Ну что, теперь понятно или нет? Понятно стало или врежливо непонятно? Вот, нарисуем вот такую линию. К чему эта картинка? Понятно или нет? Понятно. Ну скажите, к чему? Как дальше нужно эту верёвку уносить? Ну, подождите, ну, неужели? Неужели? Я чувствую, что это, мне кажется, можно не понять. Просто, может быть, не понять, только потому что что-то на этой графике непонятно, что спрашивается. Верёвка? Верёвка где? Нет, верёвка изображена этой линией. Нет, то, что я здесь нарисовал, это не обязательно подсказки. А верёвка просто изображена из-за вертолёта на верёвку. А вот имеется, значит, колышек здесь. Что нужно делать? Как её уносить? Чего? Ну скажите, неужели? Ну смотрите, вот имеется петля. Вот у верёвки есть такая петля. Нет, может быть, нет. Вот действительно какая есть проблема. Что она лежит. На самом деле, это действительно, я понял, в чём сложность. Что верёвка здесь, кстати, нарисована, что непонятно, где она проходит сверху, а где проходит снизу. Она может быть там зацепляться, но вот так вот. И это действительно есть такая трудность. Но если с этим проблем не будет, тогда можно... Скажите, что можно сделать? Да. Вот эту петлю можно постепенно сюда сжимать. Вот так, 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 и она потом... Она умеет. Действительно, я неудачно выбрал вопрос, потому что с верёвкой есть проблема. Если окажется, что она вот здесь проходит сверху, а в другом месте снизу проходит, а здесь проходит сверху, то тогда ещё кто её знает? Начнёшь её так распутывать, и она зацепится. Поэтому... Ну, не только здесь. Тут важно, чтобы она вот здесь проходит. То есть есть ещё проблема с такими зацеплениями. Но если бы её не было, тогда её можно было постепенно распутать. Вот, хорошо. Ну, тогда что такое число оборотов понятно? Как оно здесь вычисляется? Почему оно здесь такое нарисовано? Понятно, да. Хорошо. Хорошо. Хорошо.